Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Водка Книга Балалайка. Меня зовут Игорь. И сегодня мы с вами поговорим про книжные планы, про те книги, которые я хочу успеть прочитать до весны. Но, что примечательно, до весны у нас остается только вот этот остаток. И поэтому у меня здесь не так много книг в этих планах, но это все те книги, которые я в обязательном порядке хочу прочитать. И начнем мы с вами, наверное, с, скажем так, сериальных книг. И первое, что я хочу прочитать, это Кэролайн Кэпнес и ее трилогия «Ты». Но, что нужно отметить здесь. Книгу «Ты» первую часть я уже прочитал. Перечитывать я ее сейчас не буду, потому что я ее, в принципе, хорошо помню. Ну и в целом в сериале я хорошо помню. Но все-таки, сейчас такое небольшое о прочитанном, как будто у нас здесь будет. А книга и сериал, мне кажется, по настроению они немного отличаются. И, как мне показалось, книга, она более жесткая. И она более какая-то такая сумбурная, что ли. И вот как-то более агрессивная, что ли. Вот мне показалось по сравнению с сериалом. Вот лично по моим ощущениям, сериал, он все-таки и картинка сериала, и вот как-то мысли Джо, они получились немножко как-то вылизанными, что ли. То есть, такими более удобоваримыми и более подходящими под экраны. А в книге, мне кажется, он все-таки немного другой. Он более жесткий, он более мрачный, он более отталкивающий. И, опять же, что мне тоже еще бросилось в глаза. Мне кажется, текст у книги такой тоже немного шероховатый. Но это прежде всего из-за того, что вся книга построена как мысли Джо. Как будто вот это Джо нам рассказывает эту историю. И вот эта вот шероховатость, она передает характер этого главного героя. Лично по моим ощущениям и лично, опять же, по первой книге только. Что там будет в остальных книгах, я пока не знаю. И вот я хочу прочитать вторую часть «Новая ты». Я уже так немножечко одним глазком залез туда и уже понял, что у нас там будет новая жертва. И, опять же, мне интересно посмотреть, как будут сочетаться книги и сезоны сериала. Вот если первая книга и первый сезон, они в принципе, да, похожи, и одни и те же события там происходят, то как же там дальше у нас будут развиваться события, мне тоже интересно будет посмотреть. И у меня есть еще третья книга «Ты меня любишь». Ну, здесь у нас уже чисто кинообложка. И я так понимаю, что это, видимо, что-то с третьим сезоном сериала будет действительно совпадать. Но, опять же, посмотрим. А, и почему именно сейчас я решил читать Кэролайн Кэпнес и ее книгу про Джо? Потому что уже 9 февраля у нас выходит новый сезон. По-моему, он четвертый. Да, вроде четвертый, я не ошибаюсь. Я люблю его смотреть. Но первые два сезона мне показались более увлекательными. Третий сезон как-то так. Но финал третьего сезона мне очень даже понравился. И он как будто так возродил мой интерес к этому сериалу. И поэтому, конечно, сериал «Ты», четвертый сезон, я обязательно буду смотреть. А еще параллельно буду читать и книги. Друзья, следующая книга, которую я решил... Я решил прочитать две книги в направлении Тру Крайма. Первая книга это Джон Каррейру «Дурная кровь». Эта книга меня заинтересовала прежде всего своей главной героиней. Здесь у нас реальная история. И здесь у нас будет история Элизабет Холмс. А я думаю, многие из вас знают про нее. Если вдруг не знаете или хотели бы как-то подробнее про нее узнать, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях, чтобы я знал, что вот этот интерес есть. И, может быть, я какой-то сделаю отдельный ролик по этой книге и в целом про Элизабет Холмс. Чем же примечательно Элизабет Холмс? А тем, что достаточно быстро она стала первой женщиной-миллиардером в Кремниевой долине. Она организовала компанию «Терранос», которая обещала, что по одной капле крови способна провести полный анализ здоровья человека. И вот она решила организовать такую биотехнологическую компанию, которая совершит вот этот прорыв. Но все вернулось к тому, и все пришло к тому, что сейчас Элизабет Холмс под следствием, ее компания «Абсолютный банкрот», все это было огромным мыльным пузырем, и, несмотря на то, что такое большое количество людей вкладывали деньги в этот «Терранос», доверяли Элизабет Холмс. Ее, кстати, называли женской версией Стива Джобса. Она еще специально по Стива Джобса косила. Она специально и надевала водолазки. И еще примечательно, она специально делала голос более низким, потому что она вот была уверена, что благодаря вот этому низкому голосу люди, акционеры, бизнесмены, они будут ее слушать, они будут ей больше доверять. Если она вот будет таким девчачьим голосом веселым говорить, то к ней никто не будет серьезно относиться, а вот с этим голосом она тоже такой как прием использовала. Но опять же, если посмотреть, сколько денег она туда привлекла, сколько людей она оставила ни с чем, то эти приемы все работали. И эти черные водолазки, и этот низкий голос. Ну, в общем, на самом деле, увлекательная история, просто невероятная. И здесь у нас рассказано с самых основ, с того, как Элизабет Холмс обучалась, про ее родителей немного, про ее обучение, и потом уже огромный блог про «Терранос», про их исследования, про их работу, про то, как они, какие махинации производили с этими анализами, как было много ложных анализов. Опять же, да, это все-таки разработка в сфере медицины, и это очень важно. И если анализы будут неверными, то это будет неверное лечение, или наоборот, не будет лечения, если вдруг человеку необходимо. То есть это вот по сути такая игра в рулетку с жизнями людей. Это на самом деле жутко. И, не знаю, мне кажется, нужно быть каким-то психопатом, чтобы таким заниматься, социопатом, наверное. Ну, ладно, диагнозы я, конечно, не буду ставить, потому что у меня нет должной компетенции для всего этого. Но в целом история «Терранос» и история Элизабет Холмс невероятно интересная. Если вдруг вы хотите как-то подробнее про нее говорить, то обязательно в комментариях мне напишите об этом. И вторая книга нам тоже уже с вами знакома, и это «Маньяк Фишер» Елизаветы Буты. Эту книгу я взял прежде всего из-за того, что 8 февраля у нас с вами стартует сериал «Фишер», как раз непосредственно про Сергея Головкина. Я жду этот сериал, я обязательно его буду смотреть, и я решил как раз к сериалу подготовиться и прочитать книгу про него. К тому же у Елизаветы Буты мы с вами читали другую книгу про Витебского душителя, и мне понравился стиль изложения Елизаветы Буты, и мне понравился анализ личности, который Елизавета Бута проводит в своих книгах. Поэтому я доверился и буду как раз изучать историю Сергея Головкина по этой книге. Я думаю, что про Сергея Головкина и про книгу, и про сериал мы с вами обязательно сделаем отдельный ролик и обязательно обсудим как саму личность Сергея Головкина, так и воплощение его в книгах и уже в новом сериале, конечно же. Я уже читаю, кстати, эту книгу, я уже делаю заметочки такие какие-то на моменты, которые я хотел бы осветить где-то там в своих роликах, которые в дальнейшем будут, но пока я вот на 108 странице, и у меня здесь какой момент? У меня здесь уже Сергей Головкин задумался об убийстве. И здесь как раз вот был тоже яркий момент, такой, может быть, он даже в некотором смысле переломный, когда на него совершили подростки нападения, и когда они его жестко избили, и ему никто не помог. И насколько я понимаю, вот это ощущение обиды, вот это ощущение бессилия, ощущение слабости, оно в нем так глубоко засело, что вот он так сильно возненавидел этих вот подростков, но конкретно этих подростков он найти не мог уже, и вот он как будто хотел мстить собирательному образу подростка, вот, и поэтому он хотел найти молодых людей, которые вот подходили под этот тип, и вот отомстить хотя бы им за те унижения, которые он испытал. Ну вот у меня на данный момент сложилось такое ощущение от поведения, от какой-то мыслительного процесса в голове Головкина, что ли, скажем так. Вот у меня почему-то такое вот есть ощущение, что он хотел вот отомстить именно за тот случай. Но опять же, только один тот конкретный случай, без связки всего остального, тоже глупо брать, потому что не все, кого там когда-то обидели, оскорбили, пнули, избили, они потом начинают убивать всех похожих людей. Опять же, здесь нужно иметь предрасположенность. Но пока мне нравится, как Елизавета Бута раскрывает эту историю, раскрывает личность и биографию Сергея Головкина, поэтому дочитывать я обязательно буду. И еще три книги, про две, которые мы с вами недавно говорили, по-моему, кстати, как раз в покупках. И вы в комментариях написали, что вам интересно узнать мое мнение об этих книгах, и поэтому я решил не откладывать их в долгий ящик и поскорее прочитать. И первая книга, это чисто шведские убийства «Отпуск в раю». Эту книгу еще к тому же я хочу побыстрее прочитать, потому что вы в комментариях писали, что в марте вроде выходит вторая часть. И тут уже нужно понимать, нужна ли мне будет вторая часть или нет. Поэтому чисто шведские убийства я возьмусь в ближайшее время и буду их читать. И если говорить про сюжет, если вдруг кто пропустил видео с покупками, где я рассказывал про этот сюжет, я в трех словах сейчас напомню вам. У нас здесь есть маленькое поселение, и там находят труп женщины. Женщина достаточно известная, она популярный риэлтор, и все это выглядит так, как будто произошел несчастный случай. Но в процессе расследования выясняется, что эту женщину очень многие не любили, и большое количество людей, которые хотели бы ее смерти. И поэтому на страницах этой книги нам необходимо разобраться, что же там случилось. Действительно ли несчастный случай, или же все-таки кто-то с ней расправился. Ну и вторая книга, это у нас, конечно, Донат Коризи и Дом без воспоминаний. Донат Коризи я уже начал читать, и пока я не в восторге. Как бы мне не хотелось быть в восторге от книг Донат Коризи, я не в восторге. Почему-то не складывается у меня. Особенно конкретно с вот этим направлением в творчестве Донат Коризи. Дом без воспоминаний, это у нас продолжение книги Дом голосов. И Дом голосов мне не понравился, но у меня была надежда, что может быть дальше как-то будет лучше. Нет, дальше точно так же, как и Дом голосов, собственно. Еще у меня здесь такое ощущение, как будто Донат Коризи повторяет сам себя. Есть какой-то вот такой намек. И вот мне кажется, что Дом без воспоминаний, вот эта книга, это какое-то сочетание Дома голосов и подсказчика. Потому что вот то, что происходит здесь на страницах книг, такое ощущение, как будто я это уже видел. И как будто подобный прием, похожий прием, уже Донат Коризи использовал. И вот, может быть, просто я как-то уже слишком предвзят к такому направлению в творчестве Доната Коризи. Может, я целенаправленно выискиваю какие-то минусы уже. Но вот пока то, что я прочитал, мне оно не то, чтобы очень-то интересно. Но оно, нет, в целом, знаете, интрига есть. Мне интересно, кто это делает и почему он это делает. Но какого-то вау-эффекта на протяжении повествования у меня нету. Потому что вот мне кажется, что как будто это уже такой повтор в творчестве Доната Коризи. Но это только мое мнение. Если у вас другое мнение, то обязательно пишите его в комментариях. Если вдруг вы не согласны со мной, то тоже обязательно пишите об этом в комментариях. Будет очень интересно обсудить. Хотя, наверное, нам все-таки будет интереснее обсудить уже в прочитанном. Когда я полностью прочитаю эту книгу и уже смогу либо подтвердить, либо проверкнуть свои какие-то убеждения. Но вдруг, если у вас уже есть какие-то соображения по поводу книги Доната Коризи, то обязательно делитесь им. И мне это очень интересно. И еще одна книга, которую я хочу прочитать в феврале. И это у нас, на удивление, фэнтези. И это у нас «Рыцарь в башне» Ирина Левкович. А эту книгу я захотел прочитать, потому что здесь мне показалась очень интересная завязка. И, в принципе, мы с вами знаем троп «Девушка в беде». Да, когда девушка есть какая-то в беде, принц ее спасает, помогает ей. Но здесь у нас, получается, наоборот ситуация. У нас здесь будет парень в беде, и у нас здесь будет рыцарь заточен в башню, а принцесса должна его спасти. Но, кроме того, здесь с самого начала говорится, что это принцесса и инсценировала это похищение рыцаря. Она в него влюбилась, а он, знаете, такой повеса. Он увлекается всеми и никем. И она решила, что этот рыцарь должен быть только ее, поэтому вот еще там уже у принцессы есть дракон. И она подговорила этого дракона, чтобы он похитил этого рыцаря и заточил в башню. Но, опять же, здесь интересно, какие будут дальше ходы, и здесь интересно, как будет дальше развиваться сюжет. Потому что, я так понимаю, что будет инсценировано, как будто принцесса спасает этого рыцаря из-за этой беды, в которой он оказался. Или же, может быть, сюжет пойдет по какому-то другому направлению. Вот, в целом, завязка вот эта мне очень интересна. И вот эта перемена ролей мне тоже показалась очень интересной. Кроме того, я уже тоже начал читать эту книгу, и знаете, что меня еще привлекло? Что, несмотря на то, что вот эта задумка, она в целом достаточно ироничная, потому что, да, поменять местами мужчину и женщину, как какой-то юмор в этом есть. Но все-таки повествование более мрачное. И в целом вырисовывается более мрачная картинка этой сказки. Потому что у нас здесь уже произошла смерть. Уже одна, ну, скажем так, соперница принцессы, она уже умерла. Кроме того, здесь есть еще дополнительные монстры. Здесь еще существуют труподети. Это такие монстрики, которые бегают по дворцу. Какие-то жуткие создания совершенно. И то есть, в целом, эта история, несмотря на ироничную завязку, она все-таки развивается не в комическом каком-то ключе, а в более мрачном и более темном. И вот такое мрачное и темное я, конечно, люблю. И поэтому обязательно буду дочитывать эту книгу. И еще в прочитанном дополнительно вам расскажу о своих впечатлениях от этой книги. Ну что, друзья, это были все книги, которые я планирую прочитать за оставшиеся дни февраля. Обязательно делитесь вашими планами. Обязательно рассказывайте, какие книги из моего видео вас заинтересовали. И какие книги вы хотели бы обсудить. Также я напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где всех я вас, конечно же, жду. И если это видео вам понравилось, то не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал, если вдруг до сих пор этого не сделали. И до новых встреч и до новых видео. Пока!